Всем привет, бонжур, хелло! Вы смотрите единственные нескучные новости в Монреале. Сегодня будет бодренько, да так бодренько, что... Скандалы, интриги, расследования. Сегодня узнаем, где и с кем провел ночь мэр Монреаля. Выявим злостных канадских штукачей. Слегка перекусим на мастер-классе от шеф-повара. А потом все на палке, но без лыж. Смотрите и не говорите потом, что голова болит. Начнем с кидаловой недели. Запомните эту дату, 5 октября. В этот день, ровно месяц до выборов, мэр Монреаля Дени Кадер сорвал явку с русскоязычными избирателями. Провалил явку по причине отсутствия его присутствия. Все свои чувства Ольга выразит в песне. Я ждала, тебя так ждала. Ты был мечтою моей, крустальную. К сожалению, нас опять обманули. Да, сегодня мэр города Монреаля не придет к нам в гости. А когда придет, пусть ему будет больно и обидно. Никого из его потенциальных избирателей или неизбирателей здесь уже не будет. Так что, сори. Но от нашего имени он, пускай, сам извиняется. Нехороший человек. Высокопоставленные люди сначала напросились в наш погребок поговорить за жизнь и выслушать наказы русскоговорящих избирателей. Но за полчаса до действия планы мэра резко сыграли в зад. Мэр остался без комьюнити. Комьюнити переживет. Нужно отметить, что наш русскоговорящий избиратель как знал и тоже не пришел, потому как ни к себе, ни к политикам привычно веры нет. То есть на встречи с мэром пришли ровно три неравнодушных монреальца. И они заслуживают, чтобы их вопросы прозвучали в эфире. Я хотела задать вопрос нашему мэру, почему в прошлом году нам отказали, нашим лауреатам отказали и не пригласили подписывать в Золотой книге города. Потому что в течение 10 лет лауреаты подписывали Золотую книгу города, были приглашены. А еще я бы хотел спросить, серьезно, куда тратятся деньги, серьезно, вот эти 142, к примеру, миллиона долларов на парк. На какой парк, придурочный? Это парк, если вы знаете, когда втекается все в десятку и вы переезжаете из даунтауна в Пласт Бонавенчу, да, вы спускаетесь. И вот эта хрень начинается, у вас 4 спаусы с одной стороны и 4 спаусы с другой стороны. Эти придурки за 142 миллиона долларов, они, ну, год, наверное, работали, они сделали там парк. На этом история отсутствия мэра не закончилась. Впереди значилось большое дело поддержать бездомных. Тот же самый день Дени Кодер, наш мэр и его команда заявили во всеуслышание, что проведут ночь на улице на тоненьком одеяльце, чтобы на себе почувствовать все тяготы бездомной жизни. Перспектива переночевать с мэром при всем честном народе выглядела заманчиво. А ты опять сегодня не пришел, а я так ждал, надеялся и верил. Ивент некоммерческой организации Данго Ру в переводе на улице. В назначенный час весело играл контрабасом. ТВ-каналы расчехлили пушки. Палатки готовы к приему временных постояльцев, но чиновники пребывали без энтузиазма. Провести обещанную ночь на улице мэр и его команда пообещали явно сгоряча. Ну, пока тянутся часы ожидания высоких гостей, расскажем, что организация Дан Ла Ру с 1988 года заботится о бездомных. И накануне выборов муниципальной власти было бы полезительно поучаствовать в такой милосердной акции, чтобы монреальцы перестали наконец-то считать потраченные впустую миллиарды. Но уж полночь близится, а Кодора все нет. Так что две сотни посетителей улеглись спать под звездами в поддержку бездомных, так и не услышав от мэра сказку на ночь. Продолжаем программу. Знаете ли вы, как стучат в Канаде? С 7 утра и весь день. А если стучат, да еще и по голове. Не верится, что такое бывает. Но в русском районе Код Сан-Люк вот уже полгода. Наши люди спят с бананами в ушах, с касками на голове и по российской перевычке борются за справедливость. Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были? Нет, пока еще ни одного нет. Более. А по утру жители дома 5501 в Код Сан-Люк проснулись в другой реальности. Уши отказывались слышать, а глаза видеть 96 дБ. Вероломно, без предупреждения о ремонте и сроках. Управляющая компания «Силви Групп» затеяла реновацию. Это было максимальное значение 96 дБ. Это, конечно, незаконно. По законодательству они должны были предупредить всех жильцов своего дома заранее, что они планируют. Если они планируют такого уровня ремонт, то есть это не ремонт, это реально перестройка уже здания. Ремонт это когда ты там обои стены покрасил и что-то там подолбил 2-3 дня. Это ремонт. Окей, не проблема. Здесь идет перестройка дома на протяжении 6 месяцев. Начиналось в 7 утра, заканчивалось в 3-4 часа дня. Каждый день с понедельника по пятницу, то есть неважно, маленькие дети или люди, которые работают в ночные смены. Было огромное количество жалоб. Было огромное количество писем и в муниципалитет. И в этот «Силви Групп» на «Силви Групп» говорят одно. Это ваши проблемы. Мы вам ничем помочь не можем, разбирайтесь сами. Реновэйшн стал полосой препятствий для жителей дома, где каждый вынужден ежедневно отстаивать свои квартирные права и рубежи. В один прекрасный момент они зашли ко мне в квартиру, у меня камеры записали. Все, я пришел, я подаю на вас суд. Вот и все, сразу все разрешилось, сразу меня вписали в договор, сразу все стало хорошо. Нашего соседа, когда вырезали вот эту дырку от кондиционера, у него шторы загорелись. У меня лично «Силви Групп» дошло до того, что я им написал официальное письмо. А то, что, ребят, я подаю на вас суд, режу доложман, и все вот эти вот вещи у меня зафиксированы. Есть видеозаписи. Помимо этого, у них косяков еще вот. Пройдемся по косякам. Первое – бассейн, который в ремонте 2 года. Заявленные души сауна обещали долго жить. А комнату для гостей сделали складом. Вот уже три месяца, как не работает стиральная машина, и люди с корзинами таскаются по этажам. Потрудники «Силви Групп» пришли, ну, быстро, они пришли где-то через неделю, посмотрели, что она не работает, и просто заклеили ее черным скотчем, написали «Аутофордер», все. Ну, и фишка сезона. Полгода дверь в гараж работала в режиме «Велком», то есть не работала. Велосипеды крали, стекла били в авто. То есть вы платите за паркинг за подземный, и у вас всегда 24 часа в сутки открыта гаражная дверь. Спустя полгода «Силви Групп» наконец-то заменила дверь. Ура, ребята! Спасибо! Дверь все-таки починили, но по-своему, ну, попутали немножко. Антре и Сарти не сошлись в пониманиях с левосторонним движением. Бывает! А тем временем наступила осень, и можно не втягивать живот. Настоящая женщина из ничего может сделать две вещи – скандал и салат. О чем это мы? Да, о мастер-классе в ресторане «Синесита». Встречаем салаты, а скандалов нам хватит. Ресторан «Синесита», как передовик ресторанного дела, вырывается вперед, оставив конкурентов с их клиентами нервно курить в сторонке. В ход пошла тяжелая артиллерия. Шеф-повар Оксана открывает мастер-классы и ликвидирует кулинарную неграмотность местного населения. Только желать, но с удовольствием научим бореть борщи. На улице холодно, но не хочется никого-то тяжелой пищи. Всегда приятно съесть теплый салатик, согреться, так сказать, душевно. Этот вечер душевно согрели два теплых салата. Первый с телятиной на зеленой подушке с хитрой заправкой, и второй вегетарианский с сезонной тыквой, орешками и рукколой. Момент дегустации ждали всем залом и с вилками в руках. Так, еще чуть-чуть можно! Очень здорово придумано. Во-первых, кто не умеет готовить, можно научиться. И очень вкусные салаты. Я вот пробовала и тот, и тот, мне понравился. Я считаю, всегда можно поиграть с салатами, особенно тем, кто не любит однообразие, любит вносить какое-то новшество. Вот в вегетарианский салатик я бы добавила клюквы. А уж, салатики вкусные, язык можно проглотить или заговорить на всех известных. Я люблю вкусно поесть, правильно питаться еще лучше. А часто салаты. И ингредиенты, бина, алисэш. Испоним, мы сумею в моем ресторане, который синиситов, кентра, часто речетто. Вкусные мастер-классы продолжатся. Следите за расписанием и вашим полезным питанием. И еще, запомните, никогда, слышите, никогда не кладите в салат гренки. Они царапают лицо. После вкусного обеда по закону Архимеда полагается ходить и худеть. Вот и ходят люди по горам, по долам, без лыж, но с палками. Как это? Что это? Догнали, расспросили. Оказывается, все для вашего здоровья. Всегда спрашивают, где лыжи, раз вы идете с палками. Становится очень смешно. Объясняем. Юля и Володя не прикалываются. Это сейчас модный фитнес. Норвежская ходьба. Научно установлено, что именно так, с палочками в руках, мышцы всего тела работают на 90%. А, к примеру, велосипед берет всего 60%. Просто древние времена. Посмотрите на всех репродукциях старых мастеров. Люди с чем идут? С посохом. Совершенно правильно. Потому что на спине баклажка с каким-то грузом. Надо на что-то опираться. А почему опирались? Не потому, что падали, а потому, что надо было разгрузить позвоночник. Люди это прекрасно понимали. Конечно, можно купить леопардовые лосины и бегать, пока позвонки не встретятся в штанах. Можно без идей наголодать или пыхтеть в джиме. Но так и не стать красавицей, как Юля. А она мастер спорта по лыжам. А можно просто ходить с палочками в руках и радоваться жизни и общению. Все, собрались, пошли. Все очень демократично, просто. Не надо никаких выпендрежей. Не надо покупать билеты в жим-клаб. Все, вот он, парк, природа. Мы дышим воздухом, идем. Ну да, иногда ловим на себе недоуменные взгляды. А что это они тут с палками? А лыжи где забыли? Норвежскую ходьбу влюбляются все. Даже ноющие суставы. Но инструктор все равно нужен, чтобы поставить дыхание, руки и вообще для компании. И пониманию, что за твоим усердием кто-то зорко следит. Самое интересное, что мужчины дышат правильно, а не дышат диафрагмой. Я же хоккеист, я не могу неправильно дышать. А женщины дышат животом и всегда страдают от того, что мы дышим животом, мы же его надуваем периодически. И думаем, что же у нас там происходит? У вас тело в животе, а у нас в голове. То есть это не просто фан. Его действительно можно использовать как хороший фитнес для поддержания себя в тонусе, похудеть, сбросить лишний вес. И в то же время это будет весело и просто. А еще хождение с палками, замечательная подготовка к зиме и лыжам, сезон которых практически завтра. Наши герои считают дни до канадской зимы. А между тем у Штирлица защемило сердце. Он увидел, что пастор совсем не умеет ходить на лыжах. Потому что никто не поставил ему палки и вовремя не пояснил норвежскую ходьбу. Это поправимо и доступно. Монреальцам особенно. Вот такой мы увидели неделю. Спасибо, что пишете и звоните. Мы искренне рады быть вам полезными. Так что не смущайтесь, есть вопросы, предложения. Мы все учтем. Ну и наше традиционное. А ты подписался на наш канал. Всего доброго, друзья. Пока-пока. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok